Волокжане моего поколения помнят, что непременным олимпентом городского пейзажа были городские часы, которые мы видим и вот здесь. Вернуть циферблат, а вместе с ним и традицию. В прошлом веке на доме номер 3 на улице Каменный мост висели старинные часы. Волокжане могли не только узнать время, проходя мимо, но и назначить встречу под этими самыми часами. Вернуть циферблат на Каменный мост во время выездного совещания предложили члены общественного совета Вологды. Также поступило предложение восстановить здесь табличку с названием улицы на старинный манер, с использованием буквы «Ять». Надо бы восстановить. Ну это вопрос о названиях общих, да, мостов? Вопрос об общих названиях Москвы, где осталось 3% объектов культурного наследия относительно общего числа строений. Поэтому всё, что у нас ещё осталось историческое, это надо сохранять. Более того, я бы сказал, что надо добавлять какие-то зримые приметы времени. Чтобы люди ходили и видели, и читали. Кстати, вновь пользоваться каменным мостом в Волокжане смогут совсем скоро. Частично открыть его планируется в конце октября. Следующей точкой маршрута общественников стал Октябрьский мост. 14 октября специалисты приступили к бетонированию его левой части. Нареканий со стороны общественников ход работ на путепроводе не вызвал. В Волокжане предложили расширить пешеходную часть моста. Барьерное ограждение к дороге, мы его на сегодняшний день привели в нормативное состояние. Это 70 сантиметров от проезжей части. Вопрос понятен. Я его проработаю. Также представители общественного совета Вологды заинтересовал вопрос декора моста. Ранее ограждения были в виде литых чугунных шашечек. Поднее в советское время его заменили на вырезанные из стали элементы. Общественники предложили вернуться к прежнему оформлению. Мы предварительно составили перечень вопросов, которые нас интересуют. Это начиная от сроков сдачи объектов. Вопросы, касающиеся, все ли необходимые ремонтные работы будут проведены. И касающиеся исторической ценности вот этих вот объектов. Мы видим, что исполняющий обязанности департамента идет на открытый диалог. И он заинтересован в том, что мнение Вологжана максимально учитывалось при проведении работы. Сформированные предложения Вологжана рассмотрят в департаменте городского хозяйства Вологды. Как идут работы на значимых городских объектах, общественники проверяют не в первый раз. Напомним, восстановление Каменного и Октябрьского мостов – это поручение губернатора области Олега Кувшинникова. Глава региона заявил о поддержке Вологды и в других проектах.